Здравствуйте! Сегодня видео перекись водорода и водородная вода. Вред и польза от АДАЯ. Правильное применение перекиси водорода. Анализ главной лекции Неумывакина. Можно ли и как тогда применять перекись водорода? А полезных применений у перекиси для здоровья достаточно много, но есть и предостережения. Только давайте наперед договоримся. По крайней мере я вам это заявляю, что писать мне протесты и глупости, как это некоторые делают, причем всегда, и тут будут писать под видео тоже, тем более не досмотрев это видео до конца, что неправильно и непорядочно писать, не досмотрев. Так вот пока не досмотрите, не надо писать возмущение, а опровергнуть сказанное мной в данном видео невозможно, ни научно, ни логически. А протесты могут быть только от веры, а не от знаний. Потому предупреждаю, за хамство, наглость и идиотские мнения будут сразу банить. Никаких ответов. А контраргументы, основанные на логике, знаниях, я приветствую. Но они могут появиться, теоретически, только после полного просмотра видео. Заявленная мною тема острая для многих и очень важная. Я хочу, чтобы люди думали головой, анализировали, а не просто верили. Кому-то или чему-то, тем более, безосновательно. Я не буду огульно критиковать Нюмывакина. Я поясню и аргументированно докажу, обосную, в чем он прав, а в чем нет. Поясню, почему перекость помогла многим людям, действительно. Поэтому не пишите, она мне помогла, я пью много лет, и все хорошо и тому подобное. Я это подтверждаю, но я объясню, почему. И почему при этом она больше вредна, чем полезна. Несмотря на то, что есть положительные изменения со здоровьем. И скажу, как где правильно использовать перекись, а как не стоит и почему. Итак, пожалуй, данное мое видео есть самая важная и простая, уникальная, лучшая информация по перекиси водорода в интернете. И это констатация факта. Смотрите и, надеюсь, поймете сами. Но только досмотрите видео до конца, иначе упустите главное. Перекись водорода это химическое соединение с формулой H2O2. Она используется в качестве окислителя, внимание, запомните это слово, отбеливателя и антисептика. Обычно продается в виде разбавленного раствора 3-6% по массе. Разбавленного в воде для бытового использования и в более высоких концентрациях для промышленного использования. Например, я покупаю 30% концентрат перекиси водорода для обработки семян в производстве и выращивании микрозелени. Разумеется, концентрат мы разбавляем водой. Итак, перекись водорода это отбеливатель, окислитель и дезинфицирующее средство, то есть средство от бактерий, уничтожающее бактерии. Но оно помогает и от грибков, и от вирусов. Также это запомните. Далее я сделаю важные акценты. При порезах перекись применяется как антисептик и для остановки кровотечений. Ей можно обрабатывать детские игрушки, дверные ручки, сидушки унитазов, что угодно. Но, правда, можно и спиртом, что, кстати, лучше гораздо. Про нос, уши, горло, кожу я поясню далее. Но вот теперь самое главное. Можно ли пить раствор перекиси водорода, как это советовал Нюма Вайкин? Для ответа и пояснений я возьму его самую популярную лекцию с 11 миллионами просмотров. Вот эту. Она называется Нюма Вайкин, что лечит перекись водорода. И я сейчас вам просто процитирую, что он там говорит, и разберу его фразы. Вот он говорит, что вода становится абсолютно стерильной при добавлении 3% раствора перекись водорода, когда на 1 литр берется 2 чайные ложки воды. Совершенно справедливо. Далее он говорит, что в кожу надо втирать 3% раствор перекиси. Она всасывается через кожу, вот в тех местах, где болит что-то. И он приводит пример, там, поджелудочная железа, сердце. И что, мол, это воздействует на данный орган. Это, конечно, полная чушь. Потому как, если даже перекись, не видоизменяясь, и вообще, если она всасывается под кожные глубинные слои, то она попадает куда? В лимфу и в кровь. И разносится во все клетки и ткани организма, ну, в той или иной концентрации. А каким образом-то она будет воздействовать на орган через все ткани глубинные напрямую? Это что, рентген? Конечно, это полная чушь. Далее он говорит, что перекись – это антиоксидант. Это, конечно, глупость. Напротив, перекись – это окислитель. Так вот, кислород, высвобождающийся, это окислитель. Тем более, активные формы кислорода – это всегда мощные окислители. Поэтому она так и называется. Перекись, окись – не так ли, скажите? Вы же не будете спорить с истиной, с самой сутью научной, что это перекись, окись, окисление кислородом? Так, так. Поэтому она отбеливает пергидроль. Слышали, что им раньше отбеливали даже волосы? Это окислитель. Так какой же она антиоксидант? Тут он сказал абсолютную глупость. Подтвердите это в комментариях. Напишите, что да, я фанат Невмывакина, но я разумный человек, честный человек, и потому, да, конечно, он сказал здесь глупость. И это не означает, что он говорил глупость везде, всегда. Я лишь разбираю его видео. Главное, по сути. Антиоксиданты – это вещества, которые противостоят окислению, предотвращают от окислительного разрушения клеток, ДНК, защищают от окисления нашей клетки и ткани. Например, такие вещества, как фульвовые кислоты, не путайте с фолиевой кислотой. Обязательно это основополагающее и важнейшее видео, потом посмотрите моё. Ссылки оставлю вот на всё, о чём я говорю, в описании. Витамин С – это мощный антиоксидант среди витаминов. Минерал Селен среди минералов – мощнейший антиоксидант. Дегидрокварцитин, разные полипринолы и прочие вещества. Это, да, сильные антиоксиданты. Они противостоят окислению. Потому так и называются анти, против, против, оксидант, окси, окисление, против окисления. Но именно потому, что перекись водорода – окислитель, и она противостоит антиоксидантам, она вредна. Она разрушает, она повреждает клетки и ДНК. Но, внимание, ещё раз, для невменяемых людей, только для них, никаких протестов мне не писать. Потому что это факт. Так же, как и тот факт, что от применения перекиси водорода внутрь по 10-15 капель на стакан воды, как вот Немывакин советует, у многих людей, у тысяч-тысяч людей, действительно проходили те или иные проблемы со здоровьем, или им становилось, по крайней мере, лучше, легче. И мозг лучше даже начинал работать, и тут ничего удивительного нет. Но есть абсолютный факт её вреда, как окислителя. Кстати, а водородная вода, ну, об этом я далее скажу, как раз противоположная. Почти никто это тоже не понимает. Слышат слово «водород» и думают одно и то же. Я поражаюсь невежеству людей в наше время. Я далее это поясню. Позволю себе привести один пример, который я уже давал во многих своих видео. Вроде бы вредно, но почему становится лучше. Многие люди заявляют, что я побывал в минеральных водах, неважно, в 60-е, 80-е годы, недавно, и мне от минеральной воды, от её приёма стало лучше, легче, прошли какие-то проблемы. Это факт? Конечно, факт. Но я утверждаю, и я прав, вне зависимости от моего мнения, либо вашего, я прав в том, что минеральная вода безумно вредна для здоровья. Почему? Потому что минеральная вода содержит большое количество минералов, в какой форме, внеорганической, карбонат, кальция и так далее и тому подобное. А минералы могут усвоиться организмом человека, как и любого животного, только в органической ионной форме. Например, тот же кальций в виде органита. Содержатся такие минералы только в растениях, ну и в животных, понятно. И пока такая пища термически не обработана, она сохраняет свою природную структуру и соединения органические, в которых существуют, находятся органические формы минералов. Вода, если она содержит соли, то только в неорганической форме. Неорганические минералы вовлечь в биологический оборот, усвоить могут только растения. Так устроено в природе. Тогда спрашивается, почему минеральная вода, при том, что она вредна, помогает и людям становится легче. И тут я опять поражаюсь невежеству людей, отсутствия эрудиции, здравого смысла и логики. Это же элементарно. Что пили люди раньше, до того, как на курорт попали? Чай, морс, компот, кофе, кисель, в лучшем случае, в советские времена. Не дай бог алкоголь и прочую гадость. А воду-то они практически не пили, чистую воду. А в чем тут смысл? А только вода является растворителем. А если между молекулами воды уже что-то растворено, какое-то вещество, то такая вода в полной мере, как очиститель организма, как растворитель, работать не может, потому что она есть уже раствор, и уже что-то растворила. А организму нужна именно вода. Для обеспечения организма всеми необходимыми биохимическими процессами, уж извините, так устроила природа. Никаких кастрюль природа не предусмотрела, извините. Итак, надеюсь, теперь-то вы хотя бы поняли, что только вода есть растворитель, и только она нужна организму человека, и человек, впервые попав на курорт, стал пить, пусть и вредную, в плане наличия неорганических минералов, которые приводят и к камнеобразованию, к образованию атеросклеротических бляшек, если к этому есть предрасположенность, потому что бляшки – это, грубо говоря, липиды, жиры с минералами, да, такие структуры. Так вот, она вредна. Но человеку стало лучше, потому что он впервые в жизни стал пить хотя бы воду, и пить ее вдоволь. Поняли теперь, как кажущиеся противоречия не являются таковыми, и как правильно логически мыслить и отделять, что называется, муха от кафе? То же самое и здесь. Потому вам стало лучше, легче, потому от перекиси водорода. У вас прошли те или иные проблемы, потому что вы стали впервые пить воду. В больших количествах, как, например, советует немовакен, два-три раза в день хотя бы по стакану воды. А возможно, к этому вы еще что-то пили. Допустим, один стакан вы и так пили чистой воды, а тут вы стали пить 3-4 стакана или кто-то больше. Вот вам и стало легче. А еще от перекиси водорода вам стало легче потому, но об этом чуть дальше. Есть 2-3 главных причины, почему становится лучше состояние здоровья от применения перекиси. Ну, кто-то сразу скажет, Ну, вот какая райис, почему главное хорошо. Вы не поняли главного. От долгосрочного приема будут проблемы, вплоть до онкологии. Разумеется, сразу опять для дураков скажу. Естественно, для онкологии причин много. Но окисление, повреждение свободными радикалами о перекиси является окислителем. Значит, у нее есть свободно-радикальные воздействия. И это онкогенный в том числе фактор. А легче-то вам станет сначала. Следующее утверждение Неумывакина такое. Перекись, мол, вырабатывается клетками кишечника. Совершенно верно, в микродозах, да. Я это, кстати, в одной из лекций пояснял, и насколько это важно, хорошо. Но то, что вырабатывает наш организм, это совершенно отдельная история. Разумеется, не просто так. Но это не означает, что тогда, коли вырабатывает, нужно брать и пить дополнительно. Это как с алкоголем. Алкоголики любят говорить про это, что алкоголь эндогенный, мол, вырабатывается нашим организмом. Продвинутые алкоголики. Да мало ли что вырабатывается. И хлор вырабатывается. Алкоголь это протоплазматический яд, это универсальный жирорастворитель, который липидные оболочки мембран повреждает мозг в первую очередь. Это генное оружие и так далее. Ни капли алкоголя за всю жизнь не должно быть в организме. А насчет хлора, кстати. Формула А какая? Это перекись H2O2. Когда перекись попадает к нам в желудок, а там соляная кислота H, хлор, то вырабатывается еще определенное количество перекиси, потому что H2O2 плюс 2H хлор равно 2H2O плюс хлор 2. То есть образуется вода и хлор в конечном счете. Скажу, для некоторых хлорку нам не надо потреблять. Хотя организм вырабатывает хлор в малых количествах, в определенных клетках. И так образуется вода и хлор. Но хлор также взаимодействует с оставшейся еще перекисью. И в результате этого взаимодействия образуются также хлор и кислород. Вот про этот, что называется, дополнительный кислород. И говорил Нюм Ивакин. И именно поэтому многим людям становится легче, так как в крови повышается количество кислорода. У многих людей проблема с концентрацией кислорода в крови. И легче в первую очередь становится тем, у кого были инсульты, инфаркты, у кого кровоснабжение органов, особенно периферийных, кислородом через кровь замедленно. Далее Нюм Ивакин говорит, если кишечник плохо работает, то перекись водорода вам не поможет. Да-да, вы это можете услышать сами, если посмотрите то видео, о котором я говорю. Ссылку на него я тоже оставлю на всякий случай. Правда, он потом так говорит, ну, немножко. То есть, немного. Поможет, конечно, чуть-чуть, но в основном нет. И это он акцентирует. Хотя на самом деле это не так. Ну, в том плане, что, скажем, кислород в любом случае в кровь поступит. Как бы плохо кишечник ваш не работал. То есть, формула химическая, она есть. Это химическое взаимодействие в любом случае будет происходить. В желудке, а далее в кишечнике. И из кишечника в кровь в любом случае поступит, в том числе и кислород. Но он правильно говорит, что надо восстанавливать хорошую, нормальную работу кишечника. Это истинно на 100%. Далее он говорит, что грибок на ногах лечится, в том числе перекись водорода. Хочу сделать акцент, что грибок на ногах – это проявление проблем внутренних. Что грибок не только внешне поразил какие-то ткани, например, ногти, стоп, скажем. А это, как правило, на 100% и системный кандидоз. Это и поражение кишечника, кандиды, альбикон с тем же, да? Ну, и другими грибками, возможно. И когда иммунная система, защитные силы организма ослабевают, грибок берет верх над человеком где угодно. Ну, вот, в частности, стопы ног, там, ногти и так далее. И он говорит, что вирусы, грибки, все погибает. Ну, отчасти. Так вот, абсолютно верно. И я много лет назад видео выпускал про это, что действительно, что обрабатывать поражение грибка на ногтях, например, необходимо. Удалить все лишнее, очистить вот эти мозоли, непроницаемые корки. А обработать перекисью чистой, трехпроцентной, не разбавляя. Дважды, трижды подряд высыхает, еще раз обработали. Потом спиртовой настойкой, концентратом 50%, не ниже прополиса, все обработать. Да, будет желтое все, тоже дважды подряд. Потом ватными дисками это все зафиксировать, ну, чтобы там как-то зафиксировать носки, не испачкать, и обувь. И так вот два раза в день, можно и три. И при том, что если вы будете лечить грибок изнутри, а самое сильное средство это агарик бразильский, ну, препарат из этого гриба, да, ссылку на него я тоже оставлю вам под видео, и на антигрибковые наборы, насильные, действительно лечебные, то вот это дополнительное средство, перекись, для внешних обработок работает изумительно. Это абсолютная истина. Но он также говорит, что перекись убивает все патогенные микробы, это я дословно прям записал, а нормальные живут. Это, конечно, полная глупость, но вот вы подумайте сами логически, как бы вы не любили неумывайкина, да? Откуда у ядовитого вещества, у любого, даже у антибиотика, например, откуда избирательная способность? Конечно, убивают все бактерии, куда доберется. Но есть более устойчивые бактерии, менее устойчивые, естественно, это понятно. Но и среди нормальной микрофлоры, и среди патогенной, плохой, вредной микрофлоры есть более устойчивые и менее устойчивые. Но нет такой избирательности хорошей, оставляет плохие, убивает. Ну это же бред. Но это просто вот несусветная чушь. Итак, избирательно перекись не работает, убивает бактерии разные, наповал, что называется, всякий. И тут многое зависит от концентрации и количества выпиваемого раствора перекиси. И именно этим свойством перекиси, то есть антибиотическим, по сути, свойством перекиси, объясняется лечебный эффект у большинства людей, принимающих раствор перекиси водорода с водой внутрь. И так ясно? Это еще одна объективная причина, почему людям при определенных проблемах, особенно как раз, кстати, с дисбактериозными состояниями, следствие этого дефицитными по питательным веществам, почему многим становится легче. Тем людям, у кого есть, там, допустим, герпес, какие-то вирусные, ну, не все, но некоторые заболевания бактериального характера, стафилококки и так далее. Далее он как раз говорит про грипп и прочие вирусные заболевания, что надо капать в нос. Вот тут это, скажем, золотой совет. Что он говорит? При любых вирусных болезнях, ОРЗ, ОРВИ и так далее, берете на одну четверть стакана воды, одну чайную ложку трехпроцентной перекиси, размешиваете потом шприцом, ну, без иглы, понятно, где-то один-два лучше кубика, одну ноздрю закрываете, во вторую и втягиваете второй ноздрю этот раствор. Потом то же самое со второй ноздрю проделать, так несколько раз в день, где-то, ну, два-три раза в день. И, как говорится, ни насморка, никаких проблем не будет. Это очень хорошо, и в том числе действительно это обеззараживает, и гаймровые пазухи, и это правильно, хороший совет. Особенно если применять, естественно, не вместе, а через промежуток времени, скажем, после вот этих процедур промывания с перекисью, через 20-30 минут, вот этот применять спрей для носоглотки, я только хочу вас попросить, вот посмотрите это видео, чтобы вы понимали, что это такое, зачем это, и кому это стоит принимать. А после, кто сочтет нужным, можно применять. Далее. Прекрасный совет, тот же раствор, той же концентрации, капать в уши. Слух улучшается, серо растворяется, то есть ее легче будет вымыть из ушных проходов. Ну, далее он говорит, конечно, страшную несусветную чушь, прополаскивает мозги, вот прям дословно. Ну, как это? Ну, вот вы сами понимаете, что это только можно употреблять, вот такие выражения, это даже не снять лапшу с ушей, пелену с глаз там, это, ну, еще в большей степени образное выражение. Он-то говорит это как дословно, серьезно, мол, про чистку говорит. Ну, какие мозги можно прополоскать? Это вообще сделать невозможно, ну, это же полная чушь. Ну, спишем это на, хотя возраст неправильный. Вот, скажем, Жак Фресков 100 лет лучше соображал, говорил, четче излагал свои мысли. Ну, поэтому на возраст нельзя списывать. Но на снижение умственных способностей, там, быстроты реакции и потерю, скажем, основ, может быть, знаний по биохимии. С возрастом, с тем, что не тренировал в этом плане мозг. Как в 70-е годы, так сказать, достиг, в 80-е, допустим, пика изучения чего-то, так и остановился. Человек очень сильно, вообще-то, любой деградирует, если он не тренирует свой мозг постоянно. Далее он сравнивает озон, то есть отреактивный кислород по действию с перекисью. Но, по сути, да, и то, и то окислитель, еще раз, сильный окислитель. Поэтому идет шипение вот этой реакции. Да, кратковременно активный кислород, мощнейший окислитель, вырабатывается с перекисью в реакциях определенных средств. И сравнивать их по силе можно действительно, но в процессе распада это не антиоксидант, как он говорит, а окислитель. И это принципиальная разница. Именно потому, что это мощнейший окислитель, как и озон, поэтому инфекции он и уничтожает. Иначе бы он не уничтожал инфекции. Потому в аннотации, медицинской еще, времен СССР, и указывается по перекиси, что это средство для промывания, дезинфекции ран. Оно останавливает кровь и дезинфицирует поверхности любые. А некоторые люди, вы представляете, капельницы даже, вот до чего дошли с перекисью себе. Делают, слышали? Кстати, это некоторым помогает, но только по причине того, что они поражены страшным образом были какими-то инфекциями. Им просто становится лучше, потому что они контролируют, как бы убивают часть этих инфекций такими процедурами. Но поверьте, происходит и другое действие. Мощнейшее окислительно-свободно-радикальное воздействие. А это как раз приводит со временем, в том числе, к онкологии. Ну, любое воздействие свободных радикалов, если не применять при этом антиоксиданты. А вот если применять, другое дело. Но далее об этом чуть подробнее скажу, кто не понял, что я имею в виду. А, кстати, в других лекциях своих, уже не в этой, он говорит, что применяя перекись водорода, кислород в кровь поступает дополнительно. Да, это правда. И вот это одна из причин, как я уже говорил, почему людям некоторым становится лучше тем людям, кто страдает от недостатка кислорода по той или иной причине. И поэтому после перенесенных инсультов, инфарктов, да. Но одно-то лечим, другое калечим. Перекись водорода – это не водородная вода. И тут мы подходим и ко второй важнейшей части данного видео, по сути, смысловой части. И я тут отвечу тем людям на вопрос, которые совершенно ничего в этом не понимают. И многие люди под каждым моим видео про водородную воду пишут, «А вот перекись водорода, Неумывакин говорит, вот лучше уж ее принимать или там что-то в этом роде». Так вот, дорогие товарищи, давайте я займусь просвещением вашим сейчас в этом вопросе. И да, надо пить водородную воду, как мощнейший антиоксидант, но не перекись водорода, потому что она окислитель, а водородная вода, напротив, восстановитель. Какая разница между ними? Ну, уже ответил, но поподробнее так. Так вот, водородная вода – это вода с избыточной концентрацией молекулярного водорода в этой воде. Получается и достигается это с помощью электролиза воды, ну и более продвинутых технологий, там, скажем, приборов определенных с протоннообменными мембранами. Об этом подробно я рассказывал в некоторых своих лекциях по воде. Три последних видео важнейших на эту тему я оставлю вам под этим видео по ссылкам. Я очень советую вам посмотреть, потому что это важнейшая тема, это реальный путь к продлению качественной жизни. Это очень серьезно. Так вот, молекулярный водород обладает, помимо действительно антиоксидантных защитных сил, еще и свойством, влияющим на более лучшее усвоение клетками нашего организма кислорода при его дефицитах, небольших количествах в тканях. То есть, тот остаточный кислород, который доходит до тех или иных клеток, все равно усваивается всегда не в полном объеме. Но в присутствии молекулярного водорода, избыточных его количеств, кислород в тканях начинает усваиваться лучше. Это абсолютно научная истина. Были в свое время, в советские времена, проделаны эксперименты с крысами, когда под стеклянный колпак помещали крыс, они дышали, и начинали задыхаться от уже малого количества кислорода и высокого количества углекислого газа. Но когда под этот стеклянный колпак закачивали, внимание, не кислород, а чистый водород немного, то тогда крысы начинали оживать. И почему? Ученые выяснили. Потому что кислород остаточный начинал усваиваться лучше клетками в присутствии водорода. Вот так-то. А поскольку водородная вода полезна по, ну как минимум, пяти причинам, а побочных негативных последствий нет никаких, то лучше несоизмеримо применять ее. А почему именно? Вот мои видео о водородной воде посмотрите, об этих приборах. И ссылки, еще раз говорю, все я вам оставлю. Далее. Водородная вода, не путайте, это не дезинфектор. Тоже начинают спрашивать дезинфицировать. Дезинфектор-то как раз это вот можете обрабатывать, поэтому овощи, фрукты и так далее, перекисью, да. А водородная вода не дезинфицирует. Она не убивает инфекции. Это антиоксидант, антиокислитель. Ну а про щелочную воду Невамывакин прав, потому что действительно и он, и лапо, в отличие от Болотова как раз, кстати, который говорит наоборот, что необходима кислая среда, Невамывакин утверждает, что практически всем средам нашего организма, организму вообще, необходима щелочная среда, щелочная вода потому полезна. И он прав, и лапо прав, а Болотов здесь не прав. В этом вопросе, по крайней мере. Потому что почему? Потому что все среды нашего организма, кроме желудочного сока, еще нескольких сред, вот почти все спинномозговая жидкость, ликвор головного мозга, панкреатические соки и желчь, я уж не говорю, кровь, лимфа, это все щелочные среды. Нормы реакции их от природы данные, щелочные, уж так предусмотрела природа. Люди неправильным питанием, потреблением малого количества воды, потреблением мяса и других азотистых соединений и продуктов, соответственно, вот они закисляют свой организм. И это очень плохо. Ну а теперь как бы третий условный раздел, как можно и как стоит применять все-таки перекись водорода, ну помимо обработки ран и поверхности, как говорится в инструкции применения. Ну помимо того, о чем уже я выше говорил. Итак, слушайте. Обрабатывать овощи, зелень, фрукты, ну чтобы не занести инфекции посредством продуктов, которые, конечно, не будут потом вариться и жариться, потому что термообработка инфекции убьет. А если в сыром виде, то да, вот действительно, один из вариантов это уксус, а другой действительно вот обработка там перекисью. Ну допустим, не обязательно трехпроцентный, иначе сколько флакончиков пойдет. Хотя я говорю, можно купить концентраты в пластиковых и 10-литровых канистрах 30-ти процентной перекиси. Хранится, правда, она не так долго, там до 3-4 месяцев, ну до полугода в холодном помещении. Ну можно разбавлять один к трем и обрабатывать минут 10, да, действительно, дезинфекция будет полная. Далее, перекись можно применять и нужно от насморка для борьбы с инфекциями в гайморовых и прочих пазухах, то есть вот как было сказано выше. Как только есть специфические признаки, сопли, вот защекотало в носу, вот эти все характерные признаки, да, надо, чтобы не было насморка, вот как я сказал, действительно промывать. Так, еще одно применение. Предотвращение стоматитов и кариеса. Можно взять 3-процентный классический раствор, развести с водой обычной пополам, то есть будет 1,5-процентный раствор, и полоскать рот. При этом кровоточащие десны, проблемы с инфекциями полости рта и так далее пройдут через 2-3 недели. Пару раз в год можно делать такую профилактику и шансы столкнуться с кариесом уменьшатся в несколько раз. Ну, конечно, не надо есть сладкое, тем более много. Перекись водорода также убирает неприятный запах изо рта. Ну, а если были какие-то операции во рту, удаление зуба, сверление дырок, чистка карманов, когда есть какие-то гнойники, это будет великолепным средством против этого. Хочу предостеречь. Перекись водорода, которая продается сейчас в России, не та, что была в Советском Союзе. Как и с содой, ситуация проблемная. Там есть теперь какие-то добавки, какая-то химия, но для применения снаружи, для полости рта, для носоглотки, и для обработки все это прекрасно подойдет. Для питья внутрь плохо. Кстати, перекись прекрасно применяется для обработки семян и растений в теплицах, для предотвращения распространения различных инфекций. Ну, а если у кого-то прыщи, кератомы, иные воспаления на коже лица, то наносить на лицо можно прямо трехпроцентный раствор, смочив им ватный диск, например, или ушную палочку ватную. Но постоянно, на каждой дневной основе, это делать не нужно. Курсами до предотвращения проблемы. Ну, по 2-3 недели за раз. Итак, главный вопрос и главный ответ. Стоит ли пить перекись водорода? Нет, не стоит. Но если только временно, скажем, до двух недель подряд, максимум до трех. Скажем, когда идут вирусные и прочие инфекции, если есть герпес и тому подобное. Но при применении перекись водорода внутрь обязательно используйте сильные антиоксиданты. Между курсами приема перекиси водорода, вы, скажем, применяете два раза в день или три. Вот между этими приемами принимайте антиоксиданты. Для чего? Для восстановления от повреждений клеток от перекиси водорода, так как перекись, как вы теперь знаете, это окислитель, это свободные радикалы. Лучшие антиоксиданты, это фульвовые кислоты. Непременно посмотрите вот это мое видео. Не поленитесь. Знаю, 99% поленится, не посмотрят. Очень плохо для вас. Конечно же, сильный антиоксидант витамин С. Только не аскорбиновая кислота, не синтетический, а натуральный, полученный путем экстракции из растений. Например, вот этот. Конечно же, это дегидрокварцетин. О нем в видео тоже можете у меня посмотреть. Ну а пить годами, как это многие делают, это огромный риск и большая проблема на годы вперед. А последствия будут, но это зависит, конечно, еще от вашего питания и от прочих многих факторов воздействия на организм. Буквально минуту рекламы. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналога в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, и у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.